Уважаемые друзья, ну что же, все готово к первому рейтинговому бою сегодняшнего вечера. Второй полулегкий вес до 58,9 килограмма. В красный угол ринга приглашается боксер из Испании Яго Баррос. Продолжение следует... Дамы и господа, в синий угол ринга приглашается боксер из города Миргород, Украина. Владислав Мельник! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, очки в свою копилку кладет регулярно. Влад Мельник жив и тренуется в месте Миргород на Полтавщине. Интересно, сколько ребята смогут поддерживать такой высокий темп взятый с самого начала. Тем более на улице сейчас довольно тепло, мягко говоря. Вот апперкотом отметился уже Баррес и сразу же продолжил по туловищу. Гот! Бокс! Мы видим, что Баррес хорошо защищается корпусом. В принципе, довольно обученный боксер. Как сказать, его по сложному списку не скажешь, но, как известно, не всегда цифры говорят правду. Баррес. Однозначно можно сказать, что, на прочих видовищных два раунда мы уже практически бачим. И не скидают оборотов хлопцы, не зважаючи на солнце, якое пече. Бокс! 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 Ощущая outPSечка снимает 1 балл с нашего боксер за нарушение правил. В принципе, нередки случаи в истории «бокса». И в последнее время, когда после вот таких ситуаций боксер отказывался вставать, а потом апеллировал к рефере и ко всем присутствующим, что он не может. Дальше требовал дисквалификации. Ну, к счастью, Барос, как мы уже отмечали, приехал не отбывать номера для того, чтобы лечь. Честь ему за это и хвала. Таких боксеров, как Барос, власне, и запрошивают для того, чтобы они показали видовищный бей, и, с одного боку, для того, чтобы переверить своих перспективных боксеров и набить, как говорится, рекорд. Ну да, двух зайцев сразу. Интересно отметить, что, наверное, самый известный соперник в подсвечном списке Бароса – это Исмаил Гарсия, который хорошо известен должен быть украинским болельщиком, потому что в сентябре прошлого года он боксировал с Денисом Беринчиком и тогда уступил досрочно. Но у нас, несмотря на инцидент в конце предыдущего раунда, все продолжается в той же манере, и это не может не радовать. Мельник стал работать больше джебом, потому что в предыдущем раунде у него были моменты, когда он с одним ударом бросался на соперника и провалился после этого. Вероятно, получил указание в углу. Раз по раз очень небезопасно правый боковый вставляет Мельник. Короткий, но одновременно крайне приятный удар для Бароса. Ну и постоянные атаки украинцы практически не дают, заважают принимать решения и не дают контрактовать Баросу. Он постоянно думает про защиту. Но в то же время, по возможности, старается не оставлять без ответа действия Мельника. Чудовищный просто удар по туловищу. Ну и ответ от Бароса в виде левого бокового. И теперь он переходит именно в наступление. Мельник вынужден уйти в глухую достаточно обороны. Брэк! Даже если Барос с победой будет возвращаться к Испании, Киеву, я думаю, что запоминется многим любителям бокса. Своей такой отчайдушной манерой и готовностью давать бой. Даже против такого молодого, агрессивного, энергийного боксера, как Мельник, в поединке с довольно высокой щильностью. Да, надо полагать, что в следующий раз его с распростертыми объятиями украинские любители бокса примут на своей земле. Небольшое затишься. Ну, в принципе, бой делится на такие взрывы. Ребята выкладываются, потом небольшой отдых. И вот как сейчас опять приступают своим непосредственным обязанностям. Ну, и цей раунд однозначно за украинцем, как на меня. Доминував Велислав Мельник у треххвилинця, которая прошла. Ну и, соответственно, бой пока, по нашему мнению, уходит ему. Ну, еще остается три раунда. Баррес, как мы видим, сдаваться не собирается, поэтому все впереди. Баррес, как мы видим. Поступово все больше и больше людей собираются на вертолитном майданчику у Киеве, на парковой дороге. Я думаю, что в чем заполнена будет арена уже перед титульными поединками. Но и сейчас много подсунователей в боксе, любителей Феденобостов, спостерегаются за украинцем Мельника Барреса, который, наверное, не расчаровывает. Тримая руку украинца Барреса, пока в этом раунде Мельник больше выступает принимающей стороной. Но надо думать, что это ненадолго. Вот и подтверждение здесь было. А нам соответствует runner. Виктор Мельник. Украина. Виктор Мельник. Вообще-то. Довольно-мельник. Виктор Мельник. Крюрая. Виктор Мельник. Снег. Но как только возникает меньшая пауза, сразу же испанец пробует, принаймні, отдать по максимуму. Отличная комбинация из двух ударов. Из трех. Надо продолжать. Немножко повело, мне кажется, Бараса. Но в то же время он восстановился довольно быстро. Может быть, испанцу не хватает такого мощного удару, но по части силы воли, духа, напористости, ну, конечно, этих компонентов благодетелей, так сказать, не занимать. Ну и приятно, что он не ховается весь час в глухом захисте, так, а робит спроби и, принаймні, есть желание у него реализовывать свои шансы. Бьер, языкуя, де вперед. Вот очередной апперкот приходится точно в челюсть испанца, но он как будто не замечает этих ударов. Только голова взлетает немного назад. Абсолютно. 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 Попустим. Практично не скидают оборотов хлопцы, темп бою довольно высокий. С тем, что лёд рассыпали в углу испанца, ну, понятное дело, в такую погоду летнюю хочется охладиться. Всё, поединок продолжается. И испанец по обыкновению идёт вперёд, ну, и тут же получает. Мельник не так настроен, миролюбиво, так сказать, как в прошлом раунде. Не сразу же включает ответку. Прижимает соперника к канатам, тот вынужден уходить на ногах. Ну, и опять же тут же при первой возможности отвечает. Хороший бой. Ну, я хотів би зазначити, що попри те, що є певний технічний брак у Мельника, але потенціал у цього боксера довольно великий. И главное, что он демонстрирует бой, який, мабуть, не может не подобаться гнидачам. Ну, да, как говорят в Америке, в Англии, в англоязычных странах, фан-френдли такой боец. Заснуть на поединках которого, наверное, нереально. За великим рахунком и про Яго Бароса, можно сказать, те саме. Да, тут они нашли друг друга, как говорилось. Касана шла на камень. Ну, і нужно отметить, що оба работають довольно много. Друга по корпусу вкладываються в удары по туловищу. Не всегда, не все боксеры уделяють достаточного внимания этому компоненту. А це дуже важливо, между прочим. Особенно, коли... Ой-ой-ой-ой-ой, потряс ударом в туловище испанца. Якщо таких ударів, можна передбачити, що Барос трохи приганує. Собственно, це і происходит. Сейчас він взял небольшу передвижку. Ось этот болевой эффект ждет, пока покинуть його. Остаточно не оговтався і користується цим Влад Мельник, викидаючи двіки в голову суперника. Яскраве завершення раунду. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗАПЛОДИСМЕНТЫ Подійниця шестой раунд поединка. которые открывают программу сегодняшнего вечера бокса. И теперь у ребят нет необходимости экономить силы на последующую борьбу. Теперь можно выложиться. И, соответственно, есть основания полагать, что будет сейчас как минимум не менее интересно, чем прежде. Хотя со стороны Мельника, конечно, не мешало бы быть осторожным, потому что бой, в принципе, он выигрывает. И излишне оголтелые такие, насколько на соперника никому не нужны. В Киеве за титул чемпиона света за версию WBA между Сергеем Таеном и украинским боксером Артемом Далакяном. Постейно тиснем Мельник, но какие агрессивные выпады в ответ от Бароса. Брэйк! Стоп! Брэйк! Бокс! Такое впечатление, что бетонная голова у испанца. Да и корпус тоже сделан из какого-то такого прочного материала. Брэйк! 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 Меньше минуты остается завершением поединка. А темп по-прежнему впечатляющий. Ну, конечно, силы у ребят уже не так, как в начале. Далеко не так. И удары отражаются на ударах, и на количестве, и на мощи. Но, тем не менее, они продолжают выкладываться на радость всем нам. Брэйк! 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 из Миргарда, с яскравой победой за очками. Добавляемся на больше видовищные эпизоды этого раунда. Влад Мельник в Атате. В любом случае, в этом поединке было такое количество зрелищных эпизодов, что можно повтор просто запустить сначала и будет получен красноречивый ответ на то, что происходило в ринге. В любом случае, это следующий крок приедет Владислава Мельника. До того, что выступ на великому турнире. Можем его с этим лишь приветствовать. Уважаемые господа, аплодисменты боксерам. Единогласным решением судей победы в этом поединке одержал Владислав Мельник, Украина! Мельник в Аęба Збурган! Мы еще раз поаплодируем спортсменам Яков Барас и победитель боя Владислав Мельник. Спасибо.